Субботники В преддверии Дня России и Дня образования Северского района заслуженные поздравления принимали жители, отдающие все свои силы на благо нашей Малой Родины. Дорогие друзья, каждый из вас вносит свой вклад в дело развития Малой Родины, роста экономики и укрепления социально-политической обстановки. Дружинники сельского хозяйства, строительной отрасли, специалисты социальной сферы и общественные деятели, все вместе одной большой семьей мы заботимся о благополучии родной земли, пишем новую страницу в летописи побед и достижений. В уютном зале Дома культуры поселка Афибского наградили руководителей предприятий, лидеров аграрной отрасли, депутатов, педагогов, работников культуры и здравоохранения, индивидуальных предпринимателей и председателей ТОС. Особо чествовали ветеранов, отстоявших нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Только с участием всех жителей района, а их у нас, смотрите, как много и как приятно видеть сегодня они, многие на виду. Вот эти силы, вот эти наши кадры активные делают в целом, вот руководство района делают огромное дело и наш район растет изо дня в день. По традиции в этот праздник принято вручать первые паспорта. На сцену за долгожданными документами вышли юные жители района, которому еще только предстоит оставить свой след на страницах его истории. Продолжилось мероприятие концертом. Для всех участников торжества выступили лучшие творческие коллективы и исполнители нашего района. Северчане в этом году отметят 94-ю годовщину образования Северского района. В преддверии праздника любви, гордости к малой родине мы встретились с первым секретарем Северского райкома КПСС Краснородского края Виктором Николаевичем Пономаревым. Виктор Николаевич родился на Кубани в 1937 году, окончил зоотехнический факультет Ереванского института и свою трудовую деятельность начал в 1954 году в колхозе России, Курганинского района. Первый секретарь Северского райкома искренне рад встрече с земляками. В 1983 году 6000-я районная партийная организация избрала и доверила ему руководить районной партией и Северским районом в целом. Но, как признается Виктор Николаевич, большого желания браться за наш район он не испытывал. Ведь на тот момент в силу природных условий предгорной зоны Северскому району тягаться с другими муниципалитетами, например, по повышению урожайности и других сельхозкультур, было очень сложно. Я знал, что условия там будут очень сложные, надо будет проводить большую работу и самому изучать, особенно промышленное производство. Потому что в то время набирал обороты Афибский газобензиновый завод, другие крупнейшие предприятия нефтехимии и промышленности набирали силы. Надо было там разворачивать эту работу. Но, несмотря на трудности, им был отмечен компетентный руководящий рабочий состав района. Руководители и специалисты в Северском районе были очень грамотные, хорошие, ответственные. Сознавали то, что они сделать успели и прекрасно понимали те задачи, которые им решить не удалось. Первая рабочая встреча Виктора Николаевича началась с колхоза «Заветы Ленина», председателем которого был Александр Наганенко. Тесное доверительное взаимодействие в решении проблемных вопросов помогло сразу найти общий язык и понимание в развитии этого звена. Но без ротации кадров все же не обошлось. Например, для развития сельского хозяйства Виктор Пономарев понимал, что только достойным и грамотным руководителям доверятся трудовые коллективы. Так он направлял кандидатов на решающие производственные участки и получал результат. По итогам 1984 года Северский район в области сельского хозяйства вышел не только на средний уровень, а даже выше среднего уровня. В Краевом комитете партии даже удивлялись. Пришлось объясняться, как так получилось, что в Северском районе никогда не получал урожае выше 40 центнеров зерна пшеницы, а вызов в прошлый год получили. В Северском районе никогда не добивались сборов сильных и ценных пшениц. Это высококачественные пшеницы, которые шли на экспорт и продавались в промышленные центры нашей страны. Достигло успехов и животноводства. Росли надои и молока. Коухоз заветы Ленина под руководством Александра Наганенко стал в итоге одним из лучших промышленных комплексов Края. О районе стали говорить уже не как о каком-то середнячке, а как район, который выбивается в передовики и достойно там занимает такое почетное место. Ну вот это мне запомнилось. Причем это я даже сам не надеялся, что мы в течение двух лет можем, нам удастся таким образом решить эту проблему. Ну получилось. Были и другие проблемные вопросы в развитии района. И тут пришлось привлекать краевых специалистов. Мне впервые здесь пришлось в районе заниматься вопросами расширения миллиарированного фонда поливного земледелия, особенно подрыс и возделывания сельскохозяйственных культур на поливе. Нам удалось в том числе и, допустим, по наращиванию производства рыса, по увеличению объема продажи этого белого зерна государству добиться тоже очень хороших результатов. Нельзя не отметить и то, что на протяжении всего правления Виктор Николаевич строго держал контроль над санитарным состоянием поселения района. В течение 1984 года и 1985 года ни одного замечания со стороны ККП и секретари менялись и чаще ездили через район. Но кроме добрых слов, критики не было ни разу. Виктору Николаевичу удалось вывести район в передовики и стать наравне с теми, кого ставили в пример. И главное здесь, как подчеркнул первый секретарь Северского райкома, четкая, совместная, грамотная работа руководства и рабочего состава. Обращаясь к труженикам нашего района, Виктор Николаевич не скупился на слова благодарности. По итогам прошлого года узнал, что работники сельского хозяйства по урожайности сельскохозяйственных культур, особенно зерновых культур, вышли практически на первое место в вашей предгорной зоне. Кроме слов благодарности ничего не хочется сказать, потому что на самом деле условия, я хорошо знаю, условия Краснодарского края сложнее, чем в Северском и Вабинском районе. Условий нет, поэтому огромнейшее спасибо труженикам, которые там работают в этих условиях. Крепкого здоровья всем пожелать, счастья, благополучия в семьях, чтобы с радостью и благодарностью люди вспоминали то, что они трудятся, чувствовали результаты своего труда и с благодарностью отмечали вот такие праздники. А мы в свою очередь желаем Виктору Николаевичу здоровья, долгих лет жизни и такой же неиссякаемой энергии. Мы гордимся человеком, который добросовестным трудом вкладывал в развитие нашей малой родины душу и сердце, который своими делами превратил в успешный сельскохозяйственный промышленный район Великой Кубани. 12 июня в нашей стране отметят главный национальный праздник – День России. День, когда нас всех, живущих на необъятных просторах России, объединяет любовь и гордость к родине. Но жители нашего муниципалитета – счастливцы. Для них этот день – вот уже много лет тройной праздник. В этом году муниципалитет отмечает 94-ю годовщину образования Северского района и 154-летнюю заселение станицы районного центра. Северский район населяет множество национальностей, народов и этнических групп. На гостеприимной северской земле испокон веков рука об руку и в горе и в радости люди разных традиций и вероисповеданий трудились ради общего блага и старались жить в мире. Диалог культур продолжается в наши дни. На массовых мероприятиях представители каждой диаспоры демонстрируют свои национальные наряды, песни и танцы, угощают блюдами национальной кухни, рассказывают о своих традициях и обычаях. Они показывают, что национальное и культурное многообразие – это подлинное богатство, которое составляет гордость страны. Есть в районе и национальные объединения, смысл которых – знакомить со своей культурой и традициями остальных, оказывать благотворительную помощь, участвовать в воспитании подрастающего поколения. Я председатель адыгской общины станицы Северской и Северского района. Наша община начала свое существование с 2008 года. Председателем первым ее был Руслан Ачмис. Все люди старшего поколения, все его хорошо знают, он был очень активный человек, с жизненной позицией такой активной, занимался благотворительностью. Вот он основал нашу общину. В преддверии праздника Дня района Северского хотелось бы поздравить всех жителей района с этим замечательным праздником. Наш район, как и вся Кубань, очень многонациональный, мы все живем дружно, делить нам нечего на этой земле. Мы живем уже долгие-долгие десятилетия и века. Поэтому, что хочется сказать? В первую очередь, это мирного неба, здоровья всем огромного, благополучия в семьях и радости побольше, радости в жизни. Потому что наша сейчас жизнь очень довольно-таки сложная. Хотелось бы пожелать всего-всего самого доброго. Мы живем на Кубани, а Кубань, как известно, это родина 100 народов. Я представляю армянскую диаспору, председатель Союза армян России в Северском районе. В преддверии праздника Дня России хочется пожелать всех жителей с праздником, с этим, вне зависимости от национальности. Мы тут все живем дружно, друг друга поднимаем. Никогда никаких вопросов мы не решали спорным путем. Поэтому всем желаю счастья, удачи, покоя, процветания на благо нашей великой Кубани. В селе Тхамаха есть целое молдавское поместье. Зоя Николаевна Галушка, председатель общества Молдаван, настоящая молдаванка. Ее дед в селе построил первую школу. У нее сохранилось много старинных предметов. Она обустраивает мини-музей и всегда встречает гостей национальными молдавскими блюдами. Плациндой с начинкой из тыквы, мамалыгой и фасолью в горшочке. Мамалыга – это каша из кукурузной муки, режется ниткой и едят ее руками. Мы гордимся своей страной, своей родиной, историей, культурой, традициями, гениальными писателями, поэтами, композиторами, художниками, спортсменами. Мы все вносим лепту в развитие и процветание государства и нашей малой родины. Напоминаем, что 12 июня гостей и жителей Северского района, как всегда, ожидает яркая, колоритная и красочная программа. В этот день Северский парк превратится в огромную сцену для грандиозного тетрализованного представления. Вниманию гостей и жителей района будут представлены инсталляции, посвященные разным периодам истории Кубани. Всего 8 блоков. Будет на что, посмотрите на Северском Арбате. Ремесленники, мастера декоративно-прикладного и художественного творчества представят свои работы. Народное гуляние, выступления молодежных коллективов, работа детских аттракционов и многое другое будут на протяжении всего дня зазывать жителей на праздник. А ближе к вечеру на площади перед районной администрацией состоится главный концерт. В финале шоу программы в ночном северском небе вспыхнет яркий красочный салют. И мы надеемся, что хорошим настроением поспособствует не только яркое зрелище, но и прекрасная погода. Редактор субтитров А.Семкин